МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Олег Анатольевич, сезон благоустройства завершается. Те задачи, которые вы ставили в начале года, все выполнены? Каждый сезон благоустройства у нас непростой. Каждый имеет свои какие-то особенности, и этот не стал исключением. В целом, те амбициозные задачи, которые мы ставили перед собой при поддержке правительства, мы уже находимся на завершающем этапе и осталось нам совсем-совсем немного. Наверное, один из самых таких проектов, важных и значимых для города, это реконструкция парка Олега Степанова. И уже 2-го числа, октября, мы приглашаем всех на открытие этого парка. Все работы подходят к завершению. Уже идут наладочные работы, устанавливается видеонаблюдение, то есть наводится лоск, чистота, порядок, подделываются где-то какие-то недостатки, но в целом он закончен. Масштабные работы сейчас идут на жемчужине вокруг пруда. Тоже самые тяжелые технические, с инженерной точки зрения работы закончены, и остались уже более такие простые, на которые не влияет ни погода, ни какие условия. То есть что там будет доделано? Сделан каркас, сейчас будет оборудован настил, установлены опоры освещения, светильники и выложена бурщатка. Все материалы находятся уже на объекте, поэтому никаких рисков его завершения в срок мы не видим. Единственное, столкнулись с проблемой, что когда бурили сваи, у нас там старый бетон, камни, то, что мы не предполагали, что там найдем, поэтому несколько подрядчиков искали, старались, искали, не нашли. Поэтому все сделали, и тоже буквально еще неделя-две мы этот объект закончим. Но ни погода не откорректирует планы? Уже те работы, которые зависели, сварочные работы, бетоны, они все сделаны, поэтому все остальное будет идти независимо от погоды. Это два самых масштабных проекта на этот год. Конечно же, комплексное благоустройство дворовых территорий. В этом году мы делали 8 дворов. В связи с пандемией программа была несколько секвестирована, но тем не менее правительство добавило на наш город дополнительные средства, и мы вместо 4 запланированных дворов делали 8. Здесь, конечно, нас не только погода подвела, погода была лето хорошее, но в связи с пандемией некоторые заводы, на которых были размещены заказы на детской игровой площадке, они работали с большим напряжением, люди болели, сбои поставки были. Были проблемы, я, конечно, сильно не буду на них жаловаться, это наша работа. Тем не менее, все вопросы мы решили. Монтаж детских игровых площадок практически закончен, и с завтрашнего дня устанавливается теплая погода, мы монтируем мягкие покрытия и пригласим жителей уже на открытие этих площадок. Это в рамках комплексного благоустройства. Также дополнительно по поручению главы мы устанавливали воркаут в Комсомольском парке, универсальные спортивные площадки. Жители на улице Дальней очень сильно просили, нас критиковали, когда мы сносили старую, которая пришла в негодность. Наверное, они не верили, что им поставят новую, современную. Тем не менее, мы с этими задачами справились. Также у нас в прошлом году не были установлены губернаторские площадки, в этом году мы их открыли, установили, открыли. И, в общем-то, в начале лета наши маленькие жители города могли ими пользоваться все лето. Олег Анатольевич, да, давайте мы сразу ответим на вопрос телезрителей и продолжим. Здравствуйте. Здравствуйте, вы в эфире. Алло. Да, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Это проживающая 64А по улице Советской, дома 64А. Вот такой вопрос, девушка. У нас, значит, стоял раньше такой шлакоблок посередине двора, где машины не могли ездить, поздняя движение, не могли осуществлять. То есть у нас здесь, с одной стороны, 15-й садик, с другой стороны, 1-я школа. Утром дети идут одни и в школу, и в садик там с родителями. Сейчас же, я вот невнятно говорю, но тем не менее я волнуюсь. Сейчас же сняли вот этот блок, машины ездят на такой скорости, того, глядя, детей собьют. Почему нельзя нам поставить вот эти такие полусферы, загородить проезд? Понятно, и ограничить движение транспорта. Мы поняли вас. Спасибо за вопрос. Да, я постараюсь ответить. В администрации действует комиссия по безопасности дорожного движения, и вам просто необходимо обратиться с заявлением. На место выйдут в ваш двор сотрудники администрации, которые входят в состав комиссии, сотрудники ГИБДД, и совместно с вами примут решение, можно ли перегораживать проезд. Дело в том, что не всегда это возможно, потому что нужно иметь доступ и проезд спецтехники, либо это скорая помощь, либо пожарная техника, либо газовые службы. Тем не менее, каждое решение принимается индивидуально уже на месте. Поэтому обращайтесь, выйдем и посмотрим, чем мы вам можем помочь. Но безопасность жителей, особенно маленьких наших жителей, это первоочередная задача, поэтому она в приоритете. Олег Анатольевич, подскажите телезрительнице, как правильно писать заявление? На имя главы или так писать в комиссию по безопасности дорожного движения? Это не принципиально, потому что глава, если на имя главы, глава распишет на руководителя этой комиссии. Если на комиссию, значит комиссия... Главное оставить свой телефон, все контакты, для того, чтобы комиссия, секретарь комиссии смог связаться, и мы с жителями совместно вначале выходим, а потом заявителя приглашаем уже на заседание комиссии, где вносится решение. Ну понятно. Олег Анатольевич, тогда продолжаю нашу тему. Вот из того, что вы перечислили, всех проектов, которые были реализованы, вот с технической точки зрения, какой самые сложные? Они, знаете, все по-своему сложные, потому что, ну, допустим, двор. Когда мы осенью разговариваем с жителями и говорим, давайте так, так, ну, кто-то на работу спешил, кто-то не совсем понял, разобрался в этих чертежах, а впоследствии, когда начинает реализовываться проект, люди видят, как это делается, где-то приходится убирать дерево, где-то кому-то не нравится, что тротуар близко к окнам, и начинают люди, в общем-то, задавать вопросы, и приходится либо корректировать, либо отстаивать тот проект, который есть, и это довольно-таки непростая задача. Вот на Борисовском шоссе очень большой двор, очень много жителей, очень много мнений, и, наверное, мы намного бы раньше сделали, если бы просто делали, но первоочередная задача мы же все-таки делаем для жителей, поэтому мнение тех людей, которые живут во дворе, оно основное. Но, конечно же, есть и с ней по нормативу, то есть нам надо увязать и согласовать так, чтобы и жителям было хорошо, но и не нарушать действующие нормативы. Но, тем не менее, вот это такая кропотливая работа, надо встречаться с людьми. Где-то людям не нравится, когда делаешь тротуар, ну, когда-то исторически у них там появился полисадник, там хозяйка выращивает цветы, там что-то посадила, а тут приходим мы с тротуаром. Ну, в общем-то, тротуар работает в интересах сотен людей, поэтому приходится объяснять, договариваться. Кому-то не нравится, что раньше он возле дома машину ставил и свободно подъезжал, а теперь там тротуар, дорога, нет такой возможности. То есть всегда это индивидуальный подход. Ну и, конечно, парк Олега Степанова не просто давал там все эти решения, потому что жители очень беспокоило, что мы убирали деревья. Много споров было, да. Много споров, совет парков участвовал активно. Мы практически ходили по каждому дереву, отмечали, спрашивали разрешение, какое можно убрать, какое нужно, там, где нужно было, мы убеждали, почему это нужно. Но, тем не менее, мы все эти вопросы сняли, и уже вот-вот мы заканчиваем. Везде возникают вопросы в процессе, к сожалению, не все можно учесть. И даже в деревне Шипилова мы реализовали проект по светлому городу. Порядка 400 светильников поставили во всем населенном пункте. Но когда приехали его торжественно открывать, выяснилось, что одна улица у нас осталась без света. Вот как. Да, вопрос. Ну, мы, в общем-то, сходили, посмотрели, подумали, и этот вопрос решили. То есть, ну, всегда надо быть в диалоге с жителями, с теми людьми, для которых мы это делаем. И тогда, в общем-то, все трудности легче преодолеваются, и, ну, уже, в общем-то, люди получают какое-то положительное для себя позитивное. Олег Анатольевич, мне подсказывают, что есть еще один звонок от телезрителей. Давайте послушаем. Здравствуйте. Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте. Да, как вас зовут? И задавайте вопрос. Меня зовут Наталья Алексеевна. Я проживаю по Борисовск... Да, да, вы говорите. Я проживаю по Борисовскому шоссе, дом 20-я. Напротив горгаза дом находится. Вот у нас прямо на дороге находится люк, который обслуживает горгаз. Я туда неоднократно обращалась. Там образовалась яма большая. И к депутату обращалась. Шум очень... и ночью, и днем. Это неуносимо. Прямо находится это напротив моего окна. Ночью это вообще очень такой шум. Вот и к депутату обращалась. Так он не закрыт? Который по дорогам стучит. Ну вот прислал в пятницу директор, я сейчас, конечно, волнуюсь, директор прислал, который обслуживает дороги. Пришли работники, 5 человек. Ну, бригада пришла. Один делал, эти стояли. Засыпали яму. В выходной прихожу, я даже уходила к дочери, жила у нее там. По выходной прихожу домой. Как вот еще хуже яма там осталась. Это такой шум, но невыносимо. Помогите, пожалуйста, если можно. А вы оставьте свой телефончик в студии. Мы с вами свяжемся. И завтра покажете нам этот люк. А прямо на дороге находится напротив горгаза. Хорошо. Но вы все равно оставьте свои координаты. Мало ли нужно будет с вами связаться. Хорошо, договорились? Да, мы свои оставила. Хорошо. Спасибо большое за звонок. Поэтому каждый объект по-своему уникален, по-своему сложен. Но главное, чтобы реализация всех этих проектов дала жителям тот эффект, на который мы рассчитываем. Ну, и мы уверены в том, что у нас получится. Ну, эффект очевиден. Олег Анатольевич, в этом году поставили очень много новых воркаут-площадок. Это вообще радует однозначно. Но их же нужно еще и обслуживать. Вот кто будет отвечать за это? Вы знаете, да, мы все-таки сделали акцент в сторону спортивных площадок, потому что дети маленькие вырастают из детских площадок очень быстро. Здоровья много. Ну, им же надо как-то развиваться. Да и взрослым надо, почему нет? И поэтому, с точки зрения, когда есть детская площадка, подростки начинают по ней лазить, прыгать. Им же надо, энергию деть некуда. И поэтому для того, чтобы сохранить детскую площадку, надо для подростков построить обязательно спортивную воркаут, чтобы они могли заниматься и развиваться. И на самом деле воркаут, он требует меньших затрат по содержанию, чем детская площадка. Потому что там качельки, карусельки. Тут все проще. Перекладина, отжимается, подтягивается. Но, тем не менее, умудряются, ломают. Ломают у нас все. Есть специалисты и в этой области. Ну, для этого есть мы. Для того, чтобы содержать либо комбинат благоустройства, либо управляющая компания. Как правило, на стенде, который находится во дворе, написано, кто отвечает за содержание данного двора, в том числе малых архитектурных форум и детских игровых площадок. Ну, и воркаутов в том числе. Но, в целом, акцент мы чуть сдвинули в сторону спорта. Потому что детям есть запрос, они с удовольствием занимаются. И универсальные спортивные площадки, конечно же, нельзя в маленьких дворах ставить. Мы это объясняем. Потому что, когда начинают играть в футбол, бьют по мячу, бегают. Ну, это же такая азартная игра. Обратная реакция до недовольства. Поэтому, конечно, спортивные площадки мы будем выносить на какие-то общественные территории. Во дворах все-таки подтягивается парень, он вроде никому не мешает. А когда бегают и кричат, уже... Олег Анатольевич, есть еще звоночек от телезрителей. Здравствуйте. 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 Вы меня слушаете? Да, мы вас внимательно слушаем. Я вот хочу сказать, планируется ли в Ивановских двориках парк какой-нибудь организовать, чтобы была доступная седа для занятия и для ходьбы, и пожилым, и взрослым, и молодежью, чтобы бегать можно было. И вот, говорю, сейчас все, вот я видела, все сама занималась после восстанавливаться операцией. Ходят молодежь, до улицы Новой бегают туда, по Миклов, деревне, по этим колдобинам все. Вот, пробуют вдоль дороги, в дорогах ходить. Там задыхаемся, там дышать нечем от машин. Сейчас движение стало довольно большое. И летом, и там очень тяжело дышать. Вот поля еще есть, может быть, какой-то парк сделать. Спасибо вам за очень хорошую вопрос. Да, совершенно справедливое замечание. Но дворики очень густонаселенный, бурно развивающийся район. И, к сожалению, там столько у нас различных сетей подземных находится, что буквально мы целый год занимаемся вопросом, куда разместить хоккейную коробку, которую мы демонтировали возле первого лицея. И у нас нет подходящей площадки, либо там трубопровод, либо газопровод, либо какие-то сети. А вот где мы построили вдоль 65 лет Победы дороги стоянку, очень тяжело нам давалась эта стоянка, потому что там и газ высокого давления идет в земле, и линия высокого напряжения ЛЭП идет. Поэтому в двориках очень сложно. Тем не менее, мы должны создать достойные условия жителям. И вдоль Московского шоссе нашим гражданопроектом разработан проект реконструкции вот этого сквера. Там как раз прогулочная зона. Пока вот это единственное место, где как-то мы можем уместиться. И было поручение в прошлом году, глава встречалась с жителями. Мы уже этот проект, практически он готов. Но у нас, в общем-то, строительство школы было. Там серьезные такие вопросы. И мы решили, что вначале мы сделаем школу, обустроимся вокруг школы. Потому что школа сама по себе замечательная, красивая. Но вокруг нее надо было создать определенную инфраструктуру. И уже после того, как мы там все закончили, в принципе, мы там закончили и сделали новую дорогу. Даже аллею посадили. Да, отремонтировали. Жители переживали, что мы были вынуждены убрать часть деревьев, которые жители сажали. Ну, убрать, пересадить. И в этот выходной мы провели акцию и посадили порядка 57 деревьев новых. Поэтому запрос есть. Мы будем в этом плане работать. И постараемся на следующий год какие-то мероприятия в рамках благоустройства, конечно, в двориках сделать. Конечно же, очень такой плотная застройка. Все в сетях очень непросто, но делать будем. Олег Анатольевич, еще есть вопросик. Здравствуйте. Так, присоединяйтесь к разговору. Здравствуйте. Ой, здравствуйте. Уважаемый Олег Анатольевич, вот такой вопрос. Ивановские дворики. Так, ответь. Улица Химиков. Она выходит в сторону фонтана. Железнодорожный переезд. Да. Представляете? И сразу идет поворот. Вот перешел железнодорожный путь. Идет поворот направо. Проложены бетонные плиты с проволокой. Сколько лет они уже там лежат. Люди все ходят напрямую. Срезают. Или их надо убрать эти плиты. Или их заасфальтировать. Убрать, делать газон. Или заасфальтировать. Там проволока торчит. Сколько там людей портили обувь. Я понял. Это мимо... Я прошу прощения. Мимо ГИБДД мы идем в сторону улицы Глазовской, да? Нет. Вот улица Химиков. Где машины ездят. Вниз. В сторону фонтана. Да. И только перешел рельсы. Буквально 5-7 метров и поворот направо. Хорошо. Там бетонные плиты. Люди ходят напрямую. Они срезают. Это как бы по гипотенузе. Не по двумка. А, я понял, понял. Давайте. Плиты лежат уже... Я не знаю, сколько я здесь живу, сколько они лежат. Они все уже разбиты, развалены. И главное, проволока торчит. Так, нужно оставить координаты. Недавно прокладывали асфальт там вот по этой улице. А почему-то плиты так и остались. Хорошо. Давайте вы оставите свои координаты, чтобы вы могли с вами связаться. Если вдруг не найдут. Мы найдем. Я понял, о чем речь. Мы запланируем, да. Это, как говорится, проблема. Что я буду оставлять? Это не моя личная. Вот. Олег Анатольевич понял все. Да, я понял. Спасибо вам за звонок. У нас в Ивановске дворики активно учатся. Продолжение этого вопроса. В общем-то, мы много-много ремонтировали дорог, строили новые. Но поняли, что есть запрос. Уже автомобилисты ездят, все нормально. Уже другая проблема, что ездят быстро. Уже лежачие, так называемые, полицейские. И мы решили тоже немножко поменять подход, понимая, что в городе недостаточно тротуаров. И в этом году у нас реализуется отдельная такая программа. В общем-то, я скажу, что очень серьезная. Мы в этом году строим 57 тротуаров. Из них у нас осталось там доделаться порядка 10. Они уже готовы. Осталось вот... То есть это там, где их вообще не было никогда. И где вообще не было. И где вот, как мужчина говорит, разбитые были. Ну, в общем-то, непригодные для использования. У нас по улице Пушкина, ну, наверное, уже года 3-4 жители нас просили. Мы думали, попросим МОЗ Автодор. Не получилось. Потом самих не получилось. В этом году мы сделали этот тротуар. У нас улица Пролетарская. Отсутствовал тротуар в принципе. Там его и чистить, и не чистить, и нечистить. Нечего чистить было. И мы в этом году сделали. То есть много-много и по сельским поселениям тротуаров сделали. Ну, вот, видите, тем не менее, где-то упустили, не досмотрели. И вот, когда повернулись к этому вопросу, мы понимаем, что нам и не то, что 57 надо. Их надо каждый год по 57 минимум делать. Серьезный вопрос, и мы этим будем дальше заниматься. А тот участок, конечно, посмотрим и тоже постараемся. Но если не в этом году, то в следующем сделаем точно. Хорошо, Анатолий Анатольевич, становится немного времени, но есть еще один звонок от телезрителей. Здравствуйте. Здравствуйте. Задавайте вопрос. Меня зовут Людмила. Я хочу задать такой вопрос. Мы живем на улице Октябрьской, напротив гимназии. И у нас вот стоит эта баскетбольная площадка, которая из года в год нам мешает вообще жить. Я хочу сказать, что вот это вот безобразие как можно прекратить? Дело в том, что ни открыть ни окна, ни зимой, ни летом. Начинается вот весна и с весны до самого позднего лета. То есть вы имеете в виду шумно? Подождите, дайте мне высказаться. Потому что наболело так, что сил нет. Начиная с самого вечера, даже могут до пяти утра играть в баскетбол. И нам не дает никакого покоя. Вот примите, пожалуйста, меры по этому поводу. Как можно это сделать, чтобы, как говорится, мы, жители, не страдали от этого? Потому что это эхо не дает нам покоя. Мало того, мат-перемат, наркомания, постоянно там эти шприцы, постоянно, извиняюсь за выражение, прозервативы, это уже надоело. Так, какой есть выход? Баскетболисты не совсем спортивные. Выход такой. Во-первых, я попрошу вас, оставьте свой номер телефона. Я завтра с комитета по благоустройству кого-то к вам направлю. Выход, я думаю, такой, что надо провести собрание собственников, принять решение. На основании этого решения мы подумаем, куда эту площадку перенести подальше от домов. Это, Олеся, то, о чем я говорил вначале. Такие вот объекты, как универсальные спортивные площадки, баскетбольные, их надо выносить дальше от жилых домов. Абсолютно правильно. Жительница говорит, дети, не дети, они вечером играют громко. Мяч стучит и по ограждению, и по земле. Поэтому, конечно, доставляет дискомфорт проживающим. И такие спортивные объекты надо делать так, чтобы они не мешали отдыхать. И последний вопрос, буквально, автомобилистов волнует. Ямочный ремонт, он будет продолжен? Ямочный ремонт будет продолжен, и не только будет продолжен, он будет наращиваться. В этом году также по линии и Министерства транспорта, и Министерства благоустройства реализуются две программы. И нам уже во вторую волну, дополнительно, нашему городу, выделено правительством дополнительное средство в размере 16 миллионов. Вот мы сейчас все процедуры провели. Ну, ямочный ремонт, он не привязан, в общем-то, особо к погодным условиям. Ямы можно делать с современными материалами в любое время. Но у нас на сегодня две подрядные организации, которые занимаются ямочным ремонтом. Ям много, значительно... Как они мониторятся или поступают в соединение? Ну, здесь два пути. Во-первых, данные дает управляющая компания, мы их просим на еженедельных совещаниях. Второй путь – это жители наши. И третий путь. У нас есть такая программа в СКПДИ, называется «Оцифровка ям». И специалисты из комитета по благоустройству и дорожники ходят по дворам. У них есть такое поручение. И с помощью смартфона оцифровывают эти ямы. Ямы на основании либо жалобы, либо обращений. Заносятся в специальную программу. И она у нас там висит, такой иконка, значок. После того, как яма готовится под ремонт, яма запиливается. Делается еще один снимок, что ремонт выполняется надлежащим способом. И после того, как делается ремонт, фотографируют на тот же телефон. Эта задача уходит, стирается. Поэтому мы живем в век современных технологий, цифровой экономики. Это позволяет нам контролировать их ход выполнения работы. И понимать, что происходит на городских территориях. Конечно, яма штука такая. Ее сегодня нет, завтра она есть. Тем не менее, и главой города выделяются дополнительные средства. И правительством Московской области в рамках Министерства благоустройства. Специально для ремонта дворовых территорий. Прямо конкретно для дворовых и межквартальных проездов выделены, на мой взгляд, колоссальные деньги. Это впервые за все время, которое мы здесь работаем. Поэтому думаем, что с ямами мы будем вести постоянную непримиримую борьбу. Более того, Министерство транспорта требует, чтобы у нас в рамках зимнего содержания были отыграны контракты на литой асфальт. Это специальный асфальт, который позволяет в зимних условиях, в любой мороз, в любой дождь делать ямы. Он, конечно, не дешевый, но самые такие кричащие аварийные ямы он позволяет делать. Поэтому не только мы это делаем, нас еще и заставляют, нас еще и контролируют. Поэтому уверен, что мы с этой задачей справимся. Олег Анатольевич, спасибо вам за сегодняшнее интервью. И до новых встреч в эфире. Приглашайте. Обязательно. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин